У директора лицея номер 8 теперь еще одна должность – хранитель ключа. Речь про доступ в интернет, которым Ирина Борисовна будет делиться с педагогами. Он сверхскоростной, беспроводной и, что особенно важно, безопасный. Wi-Fi, а также система видеонаблюдения здесь появились за счет федеральных средств благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Если у нас интернет раньше был, он у нас был проводной. И то сейчас это будет стабильный интернет, который будет, опять же, уроки делать другими, потому что можно раздвинуть границы учебных кабинетов, можно пользоваться ресурсами, которые есть на других платформах еще. И то есть возможностей очень много. Главное – учиться. Образовательное учреждение в рамках рабочего визита в Прикамье посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Немкин и министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. Наш регион стал одним из первых 16 субъектов, где приступили к реализации проекта по формированию IT-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. Работы проводит компания ПАО «Ростелеком» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Мы сегодня посмотрели вместе с представителями правительства Пермского края. Работы действительно выполнены, выполнены качественно. И мы будем продолжать подобную практику, выезжать непосредственно на места и своими глазами смотреть, каким образом идет развитие. Главная задача – преодолеть цифровое неравенство. Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, оснащение школ новым оборудованием даст школьникам равный доступ к образованию вне зависимости от места их проживания. На текущий момент 920 школ обследуются на предмет соответствия информационной инфраструктуры. И в этом году мы должны 28% от этого количества обеспечить информационной инфраструктурой. Это 257 объектов. Также я хочу отметить, что помимо этого проделана достаточно большая работа, которая позволила подключить все школы Пермского края к информационно-телекоммуникационной сети интернет. Всего в 2021 году IT-инфраструктурой в рамках национального проекта «Цифровая экономика» будут обеспечены 140 школ Пермского края. Сегодня работы начались в более чем 70 образовательных учреждениях не только в краевой столице, но и в отдаленных территориях Прикамья.